Вы знаете, избирая главнокомандующих, вы выбираете билет на войну. Причем об этой войне говорят абсолютно все, кто ни одного дня не был в окопе. В окопах ваши дети, в окопах ваши соседи. Они все здесь рассказывают, как надо воевать, чему надо противостоять. Оно же языком... Игорь, я вас не трогаю. Игорь, я вас помню, я сейчас имею в виду Соболева, имею в виду... Теба я служил в армии. Я не раз был на передове, куда завозил туда броники и все другое. Дорогие друзья, нам не нужна война. Так вот, когда ты хочешь защищать свою конкретную батьковщину, тогда ты можешь кому-то что-то заявлять. А когда ты говоришь, что нет российского агрессора, а там идет громадянская война, вот это и распаливает наибольший конфликт... Я знаю, как закончить эту войну. В первую очередь нужно забрать у политиков абсолютно с ничтожным рейтингом, абсолютно безответственными, посылающие на смерть чужих детей право это решать. Это вы про Януковича, який закликав Путіна ввести войска на территорию... Поэтому я вас... Это вы про Януковича, який закликав, и вы были в цей парке и мобчали... Прогиб защитан. Дорогие друзья... Это про Януковича, який сидит сейчас... Прогиб защитан еще раз сказал. Я закончу мысль, если можно. Я вас прошу... Багато президентов програли выборы. Ни кандидатов. Ни хто не закликав на эту землю ворога. Ни хто. Ни у Львів, ни у Вавана Франківськ, никуда. Единый это ваш лидер это сделал. И вы будете нести ответственность, как и он. И не вдастся піти в этой ответственности. Вы себя уговорили, закончили? Мне не нужно себя умовляти. Дорогие друзья, еще раз, нельзя выбирать политиков. Не голосуйте за бигборды, рекламу, большие каналы. Голосуйте за курс, который вам предлагают. Если вам предлагают дальнейшее продолжение войны, знайте, это не сценарий Украины. Это сценарий, который нам навязан. Это сценарий, который выгоден Соединенным Штатам. От этой войны на территории Украины страдают... Про что вы говорите в эфир, шановный? Я могу закончить. Путинские войска на территории Крыма. Путинские войска на территории Донбасса. Покажите мне, что хоть одного солдата НАТО, або Сполученных Штатей. При этом Евросоюз... Это их так и бесит, что дала. Их так и бесит, что США сегодня бьют оружие. И вот так и бесит. Яки дают все для того, чтобы защитить краину. Европейский Союз, який оголосил санкции, и вы называете Сполученные Штаты, вы ни слова не кажете... При этом строят атомные электростанции с Российской Федерации, и строят в обход Украины две газотранспортные системы. При этом в обход Украины с вашим вы уже натанцевались и напелись. В обход Украины... Я закончил мыслью, я не хочу с этими еще раз. Потому что вы 10 роков рассказывали... Панове, да, да, насправде... Заметьте, у нас была возможность у каждого выставить свою думку. И наступному президенту треба будет... Сергей Выставович, по хвилине мы давали... Трамп оценил. Трамп оценил. Снова вы входите в клинч. И мы не снова как реферия, я выужжу... Ставашими с вами... Трамп не мая на территории Украины, и Трамп надавав команды... Сергей Выставович, потому что мы туда ездим... Не разумеется, что вы так служите 50 стран. На прохание Януковича... Сергей Владиславович... Сергей Выставович... Сергей Выставович... Сергей Выставович, Сергей Выставович, и в вашей фракции торгует с окупованными территориями. Сергей Выставович, и у вас война не выйдет? Даже адекватность поведенки на эфире. Я вас прошу. Вона абсолютно адекватна. Нет. Вона абсолютно. Я не люблю брехни. Мы попросили... Ци люди брешут уже 10 лет. Мы дали по хвилине... Вони брехали у Януковича. Вони далі брешут. Я сейчас там... Ясно, что вы и сейчас у Януковича. Дорогие друзья, еще раз, вот когда эта истерика прекратится... Они не дают услышать главное. Какая истерика? Им необходимо воевать. Это их задача. Кому? Они только поэтому и попали во власть. Защитить страну нужно. Убудить війська на территорию Украины. Вот калиция. Видите? Сразу калиция обрасывалась. Батькевщина. БПП. Радикарная парка. Калиция! Но нельзя говорить о словах. Телевизм. Это калиция. Но нельзя быть в оппозиции к своей родине. Алексей. Сергей Владиславович. Каждый понимает в Украине. А вы этого не понимаете. Уважаемые друзья. Можно быть в оппозиции к власти. Но нельзя быть в оппозиции к своей родине. Алексей. Вот в чем дело. 23... Да, да, конечно. Друзья, я благодарен вам. Я надеюсь, вы из этого сделаете вывод. Они закричат меня абсолютно все. Они это делают успешно 4 года. Только вы с каждым днем живете все хуже. Не поменяем курс. Увы, живете. Не прекратим войну. Да, вы отлично живете. Не надо жаловаться. Супер живете. Вся наша команда живет. Сейчас выйдите и посмотрите, как будет уезжать господин Мураев. На какой машине. С какой охраной. Это наш несчастный. Алексей, дайте возможность закончить телепередачу. Дайте возможность закончить нашу программу. Дамы и господа, подводим итоги голосования нашего сегодняшнего. Итак, центральный вопрос был таков. Чи заслуговывает Петро Порошенко на второй президентский термин? Выставки такие. За первый вариант. Так. Проголосовали 4% из тех, кто взял участие в опитывании. 96% из тех, кто взял участие в опитывании. 96% из тех, кто взял участие в опитывании. Вдали свой голос за вариант. Ні. Студия. Да. Поделился. Так. Таким чином. На эту минуту. Завтра.